Всем огромный привет! С вами Валентина и вы на канале Жизнь по-новому. Ребята, сегодня мы на луковой грядке. Это весенний лук на репку. Этот лук был посажен весной. Сейчас я буду его пропалывать и делать последнюю азотную подкормку. Потому что он слабенький еще и ему азот необходим. Но это последняя подкормка. По весеннему луку допускается подкормки азотом конец мая и первые числа июня. Дальше стоп. По осеннему луку подкормки азотом прекращаем. Только по весеннему. Сейчас я прополочку сделаю, вот уберу. У меня жина поселилась. И покажу вам, как я подкормлю. Почему делаю аммиачные селитры? У нас очень сухо. Грунт просто вот, видите какой. Нельзя тут ничего сделать. Для того, чтобы вносить жидкую подкормку, можно курником, можно травяным настоем, необходимо грунт хорошо пролить. Этой возможности у меня здесь нет, на этой грядке. Сегодня обещают нам дождь. И я хочу внести под этот дождь аммиачную селитру. Если у вас есть возможность пролить свои грядки, обязательно проливайте и пользуйтесь курником или травяным настоем. Итак, давайте полоть. После прополки, вот так у нас все взъерошено, воздух мы дали луку. Берем аммиачную селитру и просыпаем вот так прямо между кустиками, между луковками. Все. Дальше можно грабельками, я вот так вот руками ее туда заправляю. Все. Вот так проводим и последнюю азотную подкормку, чтобы дать луку силу нарастить мощное хорошее перо. Больше подкормок с азотом делать нельзя. Это последнее. Обязательно сделайте это так с весенним луком, и у вас будет хороший урожай. Подписывайтесь, друзья, на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. А с вами была я, Валентина, и до новых встреч. Пока-пока.